Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Cruze 2011 года выпуска двигатель 1.8 механика, передний привод пробег на автомобиле 141 тысяча километров пришел конец сцеплению хозяин звонит, говорит ситуация такая иду на третий, выхожу на обгон даю газу, автомобиль говорит не хочет ехать при этом на первой передаче при трогании с места при старте не ощущал этого я говорю, ну быстрее всего сцепление подъедем, посмотрим, подъехал, посмотрел да, действительно сцепление на первой передаче включаюсь скорость, бросаю сцепление и газ, машина особо вяло-вяло трогается заказали сцепление поднимаю автомобиль, снимаю оба колеса, ну и добираемся до коробки немного разберу под капотом снимаю аккумулятор и зуба-вялое и зуба-вялое и зуба-вялое и зуба-вялое сцепление , разводитель не зуба и зубы сцепление . нам удлили дополнительно проводки на музыку Сминь Сминь Бътт Наталью Смор КОНЕЦ ЧТО КОНЕЦ Вот какие то запчасти от этой штучки, от защелки. Снимаю короб пластиковый тоже. Короб у нас крепится тремя болтами головка на 13. Раз, два, три. Откручиваем их. Странно, вообще не подтянут. Да, здесь дополнительно наставили. Больше стало неудобства. Это вот газовое оборудование поставили, музыку поставили. Проводки, шлангов напропускали. Открутил 4 гайки крепления ЭБУ. Сейчас я его отодвину, сниму. ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНЕЦКИ ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНЕЦКИ ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНЕЦКИ Синьками. ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНЕЦКИ все вытащил еще хотел здесь показать вот на защелка снизу здесь кольцо стоит на проводе его чтобы тоже не сломать отщелкнуть и вытащить ну все пока сверху больше ничего делать не буду поднимаю автомобиль разбираю все снизу а потом уже смотрим где надо будет доберемся сверху сделаем поднял автомобиль а тут нас ждет веселье подрамник и он нам не даст снять коробку поэтому подрамник надо откручивать и снимать его я надеялся что здесь будет по-другому ну ладно что сделать будем делать снимаю пыльник пластиковые здесь клипсы и под торкс саморезы и так же снимаю боковые пыльники эти и локер сниму тоже хотя локер можно и не снимать снимем только вот эту часть ладно снимаю снял пыльники которые у нас по подрамнику проводка идет на клипсах их тоже снимаем с двух сторон также нам надо будет открутить вот крепление радиатора снизу потому что мы с кронштейном снимем и открутить крепление вот губа идет на бампер здесь вот этот кронштейн моего ослабим и просто в сторону отведем как серьгу с этой стороны у нас тоже проводка идет и и цепляет ну и самое сейчас интересно у нас получается глушитель он закис здесь со временем резьба за 7 лет превратилась кусок коррозии и от температуры металл начал просто гореть там где головка была на 13 уже одевается головка на 12 забрызгаю попробую может быть расшатая так Так, ну, по крайней мере, вот так вот она заходила. Это уже радует. Все, раз она расшаталась, я уже ее откручу. Главное, чтобы она потом в процессе не закусила, а так пускай еще киснет. Ну и передняя. Вот, я их тоже почистил, забрызгал. Ну, здесь на 13. Нет, здесь нормально. Здесь отлично. Спереди проблем нет, я откручу. Снимаю разъем датчика кислорода. Все, снял. Вот он, флажок. Его нажимаем и снимаем. Так, ну, ладно. Сейчас у меня сзади откиснет. Откручиваю, откручиваю еще вот эту планку. И вместе с этой планкой уже сниму приемные штаны. Глушитель я снял. Теперь снимаю с обоих сторон шаровые опоры. Снимаю нижнее крепление стойки стабилизатора с одной стороны и точно так же с другой стороны. Но перед этим откручиваю гайки привода. Попробую пистолетом. Не хочет. Фиксирую металлической отверткой. Головка на 32. Конечно же, где же захочет. Прикипела. Все. Отлично, вот тебе и надо было Всего погреть Выкрутить то выкрутил, а вот теперь Все нормально ходит Также откручиваю наконечник рулевой Головка на 18 И шаровую опору Так, накайфка у нас отсюда И болт тоже на 15 Ну и откручиваем стойку стабилизатора Нижнее крепление Головка на 18 Да, головка на 18 Но здесь лучше всего рожковым ключом Не рожковым, а трещеточным возьму Внутри бита Т-40 Одеваем ключ И вставляем биту Головка на 18 Т-40 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 Готово. Болт внутри закис, почищу, потом смажу. Ну и наконечник сниму съемником. Поддеваю маленько пыльник. На палец заходит, не хватает вылета съемника. Взял другой съемник. Попробую сейчас его. Вроде бы встал. Сейчас посмотрю, как он себя поведет. Отлично повел. Ну и так же снимаю со второй стороны.